Друзья мои, приветствую всех! Сегодня мой короткий ролик опять об отношении с детьми, о гаджетах. Скажу два слова на этот счет. Что хочу сказать в самом начале? Это синки не родятся апельсинки. Не воспитывайте детей, воспитывайте себя. Эти народные мудрости, они, знаете, такой красной чертой, красной нитью должны проходить в нашем зазнании, когда мы говорим опять же о воспитании, об отношениях с нашими детьми. Почему? Ну давайте мы говорили как-то про гаджеты, вернемся к этой теме. Что я хочу сказать? Мы учим детей не лазить в телефоны, не смотреть, не сидеть, не зависать, а сами очень часто используем то, чего мы им не разрешаем. При этом у нас всегда есть отговорки. У нас там пришло сообщение. Я работаю, мне надо посмотреть приложение, я посмотрю биржевые сводки, мне надо писать срочно в инсту, опубликовать какую-то сториз, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы подаем детям пример, как делать не надо. Может быть проще и понятнее читать книги у них на глазах, может быть проще и понятнее стараться общаться с людьми вживую, а не по телефону, а не голосовыми сообщениями. Тогда дети это увидят, тогда они будут копировать нас. А если мы это не делаем, если мы по поводу и без повода хватаем телефоны, ну они видят ровно вот это. Что еще хочу сказать? Может быть стоит ввести режим радиомолчания у себя, выбирать телефон после определенного времени, ну и так далее, и так далее, и так далее. Подумайте в эту сторону. Если мы будем опять же читать книги, дети будут это повторять. Смотреть там какие-то совместные фильмы, гулять, заниматься спортом. Вот это будет обучение. И что еще хочу сказать? Очень интересный прием, возможно вы его тоже возьмете на вооружение. А попробуйте задать детям вопрос что-нибудь о телефонах. Пусть они вас научат общаться с вашими гаджетами. И я уверен, что вы будете очень сильно удивлены, узнав, что они знают гораздо больше вас. И они гораздо лучше этим пользуются. Допустим, я очень часто обращаюсь к своему сыну. Ну, сын, спасибо тебе, чтобы научиться пользоваться либо какими-то приложениями, либо кнопками, либо что-то установить. Знаете, учусь у него с огромным удовольствием. Возможно, это вот выход из один из, или один из способов выхода из той, может быть, непростой ситуации, которая может сложиться в семье, особенно с маленькими детьми, которых невозможно оторвать от телефонов. Итак, меняйте себя, меняйте свои отношения, и поменяются ваши дети. Всем желаю добра и здоровья. С вами был я, Николай Соловьев.